В региональном МВД В ходе проведения первоначальных мероприятий, опрос свидетелей и очевидцев, просмотр камеры видеонаблюдения, было установлено, что к совершению причастны 4 гражданина Ульяновской области. Сотрудникам Голровска был ощутен выезд в город Ульяновск, где совместно с местными сотрудниками были задержаны 3 лица и доставлены в город Саранск. Ими оказались 18-19 летние молодые парни, один из которых ранее судимый. Как раз бывшего уголовника полицейские называют организатором криминальных гастролей в Саранск. Молодой человек ранее судим за кражи автомобильных аккумуляторов и фар. Именно он предложил своим знакомым отправиться в столицу Мордовии и совершить набеги на автомобили местных жителей, а потом перепродать похищенные. Они дали признательные показания, часть похищенного у них была изъята. Значит, дальние граждане действия по предварительным сговорам целенаправленно приехали в город Саранск для совершения преступлений. Для этого они у знакомых взяли автомобиль, купили перчатки, молотки, с помощью которых совершались дальние факты. В настоящее время в отношении одного гражданина избрана мера пресечения ареста. Двое задержанных в порядке 91-й статьи УПК Российской Федерации. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативные ростные мероприятия. Помощь в поиске подозреваемых оказала система «Безопасный город». Очевидцы указали, что налетчики передвигались на белом хэтчбеке. Полицейские по камерам отследили все похожие машины и акцент сделали на автомобилях с номерами из других регионов. Так следы привели оперативников в Ульяновск. При задержании один из парней пытался убежать. Мордовскому полицейскому пришлось преследовать его целый квартал, прежде чем надеть на запястье наручники. 4 сентября подозреваемых доставили из Ульяновска в Саранск. Просто встретились, договорились. Денежку на бензин нашли. Поехали. Рубежка, к ночи. А в Саранске чего приятно? Для краж. Официально? Угу. Машину вы выбирали каким образом? В которых есть антирадары, видеорегистраторы. В дальнейшем вы что предполагали сделать подвещение? Радоим. Ранее вы привлекались к уголовной детственности? Я, да. А за что? За 150 тысяч долларов. Почему с Арансками там? Я не знаю. Как в город поближе. Чтобы не стать жертвами воров, полицейские рекомендовали автовладельцам быть бдительнее и не оставлять гаджеты на видных местах. Убирать все автомобильные аксессуары, прятать. Куда-нибудь надежное место. Ну, желательно, соответственно, противоугонными системами автомобиль оборудовать. Подъезжая даже к магазину, ненадолго выйдя с автомобиля, надо тоже его так же закрывать на сигнализацию, если есть. Необходимо сказать, что предварительный ущерб от погрома машин и хищение автомобильных гаджетов гастролерами составил 50 тысяч рублей. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ульяновцам в меры пресечения. СОРОК ВОСЕМЬ БАНОК ПИВА Уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. 4 сентября 2019 года в Большегнатовском районе водитель КАМАЗа получил ожоги кисти рук, обоих предплечий и носа. Больший груз загорелся на ходу, водитель увидел дым из-под кабины. К моменту прибытия сотрудников МЧС происходило открытое горение салона автомобиля. Благодаря своевременным действиям пожарных КАМАЗ удалось быстро потушить. В Темниковском районе 4 сентября пожар уничтожил дом. На момент возгорания в нем находился хозяин жилья 1933 года рождения, его дочь и внук. Покинув дом, молодой человек вспомнил, что забыл документы и вернулся за ними. В результате чего получил термические ожоги первой степени правой руки и правой части спины. Ему была оказана первая медицинская помощь. 4 сентября в Саранске в 15 часов 30 минут на пересечении улиц Попова и улиц Сиратская 19-летний водитель Toyota RAV4 не предоставил преимущества в движении Renault Logan и столкнулся с ним. В результате ДТП 60-летний водитель Renault был госпитализирован. В 6 вечера на проспекте 60 лет октября водитель, управляя неустановленной мототехникой, сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу. В 18 часов 20 минут на улице Симашко 36-летний водитель Kia Rio, сдавая назад, сбил 80-летнюю женщину, которая шла по дворовой территории жилого дома. Женщина была госпитализирована. В исправительной колонии номер 18, Уфсин, в республике Мордовии, в поселке Потьма, пресечена попытка доставки запрещенных предметов с помощью беспилотного летательного аппарата. Знакомые сидельцев с помощью квадрокоптера пытались передать для осужденных 6 мобильных телефонов и 18 сим-карт. Однако на подлете к промышленной зоне исправительного учреждения сотрудники регионального управления ФСИН совместно с коллегами по правоохранительному блоку перехватили управление летательным аппаратом. Это удалось сделать при помощи специальной техники, блокирующей управление дроном. Как заявили в ведомстве, запрещенные к использованию в колонии предметы изъяты. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причастные лица. Редактор субтитров А.Семкин